привет и добро пожаловать на 6 урок информатики сегодняшний урок посвящен условию фоно о чем речь вообще условия фоно это про кодирование и декодирование информации то есть у тебя есть какие-то там буквы и они закодированы какими-то там двоичными последовательностями например буквы а б в г имеют какие-то коды для буквы d код нам неизвестен что интересного в этом коде она удовлетворяет условию фоно что это значит это значит что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова посмотри 0 1 не является началом буквы b 0 1 не является началом буквы г также буква б не стоит в начале г и б в не совпадают ну и очевидно г будучи самый длинный точно не является началом других слов приятно что приятного приятно то что он имеет однозначное декодирование например давай посмотрим на слово а б а в запишем код для этого слова 0 1 для а 1 0 0 для б еще раз 0 1 для а и соответственно 3 0 для в мы его написали так что видно какой кодик какой букве относится но ведь когда эта информация передается код передается сплошным потоком 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 как теперь понять что этот код кодировал именно слово а б а в так вот фокус в том что если слово если кодирование удовлетворяет условию фоно тогда понять это очень просто слева направо давай читать начинается с нуля код какая-то может быть буква ну точно не б либо а либо вы либо г 0 1 так какая то может быть уп уп Driving может быть в не может быть а может быть я могу точно быть уверен что если это может быть буква а то никакое другое слово вместо а тут не могло быть типа 0 1 1 0 1 1 0 или что любой другая буква не подойдет потому что у всех остальных букв не может в начале быть 0,1, потому что условие фоно гарантирует нам, что ни одно кодовое слово не является началом другого кодового слова. То есть 0,1 не может быть нигде больше в другом слове. Значит, если я встретил 0,1, это точно буква А. Я начинаю дальнейшее декодирование уже со следующей цифры. Я таким образом однозначно осознал, что в начале буква А. Теперь начинаем с единички. У нас только одно кодовое слово начинает с единички. 1, 0, 0. Это B. Все, закончили. Следующее. С 0 опять начинается. Опять одно из трех слов. Следующий символ читаем. 0,1 может быть только в одном слове. Это слово А. Дальше с 0 начинается. Это может быть А, В или Г. Два нуля подряд. Это уже может быть только В или Г. Три нуля подряд. Это может быть только В. Следовательно, я выделяю и ставлю здесь букву В. Все, конец. Я раскодировал слово однозначно. Условие фоно предполагает однозначное декодирование. Прошу вас не путаться. Однозначное декодирование не всегда означает, что работает условие фоно. Например, есть также обратное условие фоно, в котором никакое кодовое слово не является концом исходного кодового слова. Но сейчас мы поговорим только про прямое. Очевидно, обратное условие фоно тоже дает однозначное декодирование, потому что мы можем справа налево расшифровывать кодовые слова. Как придумать кодовое слово для буквы D, чтобы кодик для всех пяти букв тоже удовлетворял условию фоно? Ну, можно просто поподбирать. Давайте попробуем односимвольное, например. Давайте попробуем придумать самое короткое кодовое слово для буквы D, чтобы кодик все еще удовлетворял условию фоно. Односимвольный код может быть? Ноль, например. Нет, не может быть. Ноль будет являться началом буквы V, G, A. Не подходит. Единичка может быть? Нет, оно будет началом буквы B. Значит, односимвольный код недопустим. Двухсимвольный. Два нуля может быть? Нет. Ноль один может быть? Нет. Один ноль может быть? Нет. Нет, а вот 1,1 может быть. Еще раз, почему не может быть 0,1? Потому что совпадение с А. Почему не может быть 1,0? Потому что начало Б это 1,0, а мы не можем делать кодовые слова, которые являются началом других кодовых слов. Вот из двух единичек можно, например, составить. Прекрасно. Мы решили задачу вроде бы, да? А что если задача была бы придумать кодовые слова для трех букв или для четырех? Мы что, для каждой так бы перебирали? Это очень неудобно. Хорошо, что прямо в прошлом уроке мы прошли тему графа. Давайте используем для этого такой хитрый, интересный граф. Бинарное дерево, в котором на каждом этаже идут веточки 0,1. И еще раз, 0,1. И здесь тоже, 0,1. И я буду на это дерево подвешивать буквы, у которых код соответствует пути до этой буквы. Например, А это 0,1. Следовательно, я вот из корня дерева иду. Итак, 0,1. Вот это А. Дальше, Б это 1,0,0. 1,0. Мне нужен еще один ноль, значит еще одно разветвление. Создаем. 1,0,0. Это буква Б. Для буквы В, 0,0,0. 0,0. И еще раз, 0 для буквы В. Для буквы Г, 0,0,1,0. 0,0,1. Еще одно разветвление. Получилась буква Г. Обратите внимание на то, что ни один плод на этом дереве не висит ниже другого уже готового плода. То есть, ни одно кодовое слово не является началом другого. Если бы ниже буквы А что-нибудь еще висело, то у буквы, которая висит ниже буквы А, подвешена за нее, начало было бы 0,1, бла-бла-бла. Получается, буква А была бы началом другой буквы. А тут получается, что каждый плод занимает свою ветку и все, дальше ничего вешать нельзя. Если я сюда ниже буквы В что-нибудь подвешу, то начало будет 0,0,0, абсолютно такое же, как у буквы В. Это плохо. Тогда буква В является началом какого-то другого кодового слова. Но фокус в том, что мы теперь видим освободившиеся веточки. Мы теперь понимаем, куда можно подвесить букву Д. 1,1. Можно подвесить 1,0,1. Можно подвесить 0,0,1,1. Верно ли, что на это дерево сейчас можно подвесить только три буквы? Нет, я могу спокойно закодировать сюда весь алфавит, при этом удовлетворяя условию фоно. Каким образом? Ну, я просто буду это дерево продолжать вот так вот делить, вот так 0,1, 0,1. Создавать новые веточки. Я могу в любом месте делать новое разветвление, и у меня будет огромное количество новых веток. Ну, интересный факт. Условия фоно – это вообще тема про кодирование неравномерным двоичным кодом. Почему неравномерным? Потому что слова разной длины. При этом предполагают однозначно эти кодирования. При этом вот все буквочки красиво вешаются на такое дерево. Понятно, что если мы работаем с обратным условием фоно, то можно нарисовать такое же дерево, только в перевернутой форме. Итак, мой вопрос, который будет для вас домашним заданием, на который вы ответите в комментариях к данному видео, такой. Еще раз, я удалю все лишние веточки, которые я сделал здесь. Мой вопрос такой. Я хочу закодировать вот в эту, во всю систему, еще несколько букв. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К. А, мой вопрос. Сколько минимальное, какое минимальное количество двоичных знаков мне потребуется для кодирования вот этих шести букв? Когда вы даете ответ на вопрос, вы также должны привести, во-первых, пример кодирования, то есть типа D равно вот этому, E равно вот этому, G равно вот этому и так далее. И чтобы суммарное количество двоичных знаков, которое использовалось в этих шести кодах, было, или кодах, было наименьшим возможным. Почему я этого хочу? Ну, потому что наибольшее, большое количество двоичных знаков очень легко сделать. Просто веток наделали там и где-то внизу закодировали. А вот с наименьшим у вас проблема, потому что у вас шесть букв, значит, вам придется где-то делать разветвление. Ну и, собственно, вопрос, где эти разветвления делать для того, чтобы получить наименьшее возможное количество двоичных знаков в сумме. Вот такая задача. Отвечай на нее в комментариях, подписывайся на канал, ставь лайк, колокольчик и увидимся с тобой на следующем уроке.